В первом же раунде мой противник нанёс мне сильнейший удар слева. Зал буквально взревел от восторга и разразился продолжительными аплодисментами. «Хороший ударчик!» — похвалил я противника. «На той неделе мне такой же врезали, только справа». «А разве вы на той неделе выступали?» — заинтересовался мой противник и нанёс мне на этот раз удар справа. «А как же?» — сказал я, сделав обманное движение и стукнув его в челюсть. «Я выступал в четвёртой паре с Барашкиным из трудовых резервов. Помните, я его потом нокаутировал во втором раунде, но перед этим он красиво стукнул меня в третьем раунде». «Не может этого быть!» — сказал мой противник, нанося мне серию чудесных освежающих ударов. На той неделе с Барашкиным дрался лично я и нокаутировал его уже в первом раунде. «Что вы говорите?» — сказал я, переходя для удобства на ближний бой. «Не мог же Барашкин дважды за один вечер побывать в нокауте?» «Всё зависит от характера», — подумав, сказал мой противник. «Её родная сестра, например, рассказывает о нём удивительные вещи. Кстати, я работаю вместе с её мужем. Я пустил перчатки от удивления. А что, разве его сестра замужем?» «Бокс! Бокс! Бокс!» — закричал на нас судья, и мы снова обменялись серией прекрасных ударов. Благодарный зритель разразился бурными аплодисментами. «Скажите, пожалуйста, какая новость?» — сказал я искусно, защищаясь. «Такая молоденькая! Когда же ты она успела?» «Ну, как это когда?» — в 1932 году, — сказал мне мой противник, выбирая на мне наиболее уязвимое место. «Интересно, сколько лет ей было в 1932 году, если в этом году ей стукнул только 17?» — заинтересовался я, стукнув противника. «Сколько ей будет в 1932 году, не знаю, но уже сейчас ей не меньше 50, — сказал противник, придя в себя после моего удара. «Выходит, до 1932 года ей будет еще больше, чем после 1932 года?» — спросил я напрямик. «Откуда вы взяли, что ей будет, когда ей уже было? 50 лет ровно!» «Хм! А на вид не больше 17!» Снова удивился я. «Просто вы стали хуже соображать!» — тихо шепнул нам. Тихо шепнул нам судья на ринге. «У Барашкина две родные сестры. Кстати, одна из них неродная, — вмешался в разговор секундант моего противника. «Не одна неродная, а две неродных!» — возразил ему мой тренер. Правда, вторая неродная фактически родная, хотя и двоюрная. «Положим, одно дело родная сестра, а другое двоюрная!» — заявил главный судья, «Я поглядываю на секундомер. У меня, например, родная сестра живет в мытищик, так я ее не вижу по целому году, а двоюрная каждый день приходит неизвестно зачем вместе со своячницей. Одно дело своячница, — заметили из репортерской ложи, другое дело сестра, пусть даже двоюрная. «Какие судьи нашлись?» — зашумели в зале. «Иной раз бывает, самая последняя тетя по отцовской линии дороже, чем родная теща!» «Не трогайте тещу!» — крикнули из судейской коллегии. «Что значит, не трогайте?» — возмутился мой противник. «Если уж мы затронули это дело, так доведем его до конца!» «До какого это еще до конца?» — закричали с амфитеатра. «До самого до конца!» — крикнул я, что есть силы. «А когда будет конец!» — закричали судьи. В то же мгновение раздался долгожданный гонг, и все облегченно вздохнули. «Наконец-то!»